Накануне отметку в 60 рублей преодолел доллар. Курс на взлет американская валюта взяла впервые с марта текущего года. Весной вовсе были оптимистичные предположения, мол рубль укрепляется. В мае доллар стоил меньше 50 рублей. Сейчас рублевая ситуация складывается не так радужно, как говорилось в прогнозах. По отношению к отечественной валюте доллар и евро снова устремились вверх. Ситуация полугодичной давности на рынке валют повторяется почти в точности. Правда, реакция людей пока заставила себя ждать. 60 рублей за 1 доллар. И вновь валюта стала расти в цене. Не отстает в этом плане и евро. Его курс прибавил 88 копеек к уровню закрытия торгов предыдущего дня. Эксперты выделяют лишь одну причину падения отечественной валюты – снижение цен на нефть. По нашим оценкам, при цене нефти около 55 долларов за баррель, справедливый курс рубля на второе полугодие 2015 года находится в диапазоне 58-62 рублей за доллар. Что не исключает краткосрочных отклонений от этих отметок в условиях нарастающей паники на рынке. Паника. Этим словом можно охарактеризовать поведение людей минувшей зимой. Россияне скупали бытовую технику, меняли свои сбережения на американскую и европейскую валюту. Помогли кому-либо эти манипуляции обогатиться – до сих пор доподлинно неизвестно. Российский бизнес, как никто, знает. Ощущать падение рубля им придется одним из первых. Так, при укреплении на валютном рынке позиций доллара ожидается и повышение цен на бытовую технику. Это не отрицают даже крупные сети магазинов. Правда, если американская валюта взлетит еще в ближайшие три дня, то ценники на технику заметно возрастут через три месяца. Повлияет укрепление курса доллара и на туристический рынок, и на автомобильный бизнес. Практика последних шести месяцев показала – ни одна отрасль не останется незатронутой. Повышение цен люди ощутили практически на всей группе товаров и услуг. Впрочем, пока россияне или учли ошибки прошлого, или не поняли сложность всей ситуации, ни на доллары, ни на бытовую технику не наблюдается ажиотажного спроса. Любовь Ломака, Сергей Захарушкин, Амурская служба новостей.